Привокзальная библиотека номер 4 предлагает вашему вниманию мастер-класс по изготовлению новогоднего украшения из сенильной проволоки. В древности была традиция просто украшать разные деревья, ведь люди думали, что деревья наделены силой и в них обитают духи, поэтому этим они задабривали духом. Елка всегда занимала особое место. Ее считали деревом бессмертия, символизирующим жизнь. Ель – это вечно зеленое дерево, а значит в нем кроется некое волшебство. Наши предки думали, что ель пользуется особыми привилегиями у солнца, и оно позволяет ей быть всегда зеленой. Традицию наряжать рождественскую елку приписывает Мартин Лютер. В те времена елочные украшения были только съедобными. Яйца и вафли качались на ветках рядом с фруктами, сладостями, орехами и зажженными свечами. А вот традиция украшать елку шарами появилась случайно. Легенда гласит, что первый стеклянный елочный шар выдули в Германии в XIX веке, и произошло это из-за неурожая яблок. Дело в том, что настоящие яблоки были тогда главными украшениями елок. Но однажды случился неурожай, и к Рождеству яблоки закончились. Стеклодовые небольшого немецкого городка решили вместо яблок изготовить круглые шары. В России модно было делать игрушки своими руками, и дальше в домах знатных вельмож. Их делали из бумаги, и также вешали конфеты. Привозили елочные игрушки из Европы. Правда, удовольствие это было не из дешевых, и не каждый мог себе его позволить. Первые стеклянные игрушки начали делать в стеклодумном заводе князя Меньшикова около города Клин. Хотя, конечно, традиция наряжать елку приживалась в России очень долго. Первая появилась только благодаря Петру Первому. В 1699 году он издал указ ввести новое летоисчисление, как принято в странах Европы, от Рождества Христова, и отмечать наступление Нового года с ночь на 31 декабря на 1 января с пышными торжествами, фейерверками и застольями. Однако традиция не прижилась, а возразилась она только во времена Екатерины II. Рядом с фигурками из песочного теста, золочеными орехами, висели игрушки из тряпочек, соломы, льна, цветных ленточек, колосков, кистей, рябины. Часто изготовили кукол, о которых в народе особое представление. Тряпичная кукла, обычная безликая и на вид ничем не примечательная, была защитой от болезней, бед и нечисти. После революционных событий 1917 года празднование Рождества и Нового года оказалось под запретом. Ситуация изменилась только в канун 1935 года, когда все-таки праздник вернули советским детям. Разумеется, речь шла теперь не о праздновании Рождества Христова, а именно о праздновании Нового года. И вместо шаров и ангелов на елке заняли самые разнообразные фигуры – людей, животных, фруктов, овощей. Разнообразие цветных фигурок на ветвях вообще отличало советские елки от западных, где украшения могли быть разноцветными, но одной единой формы. В середине 20 века ассортимент елочных игрушек стал очень богатым. В них было вложено много фантазии. Из посеребленного картона штамповали разнообразных птичек и зверей. По елочным игрушкам можно проследить историю страны. Здесь и кремлевские звезды, и стеклянные космонавты, и возможные звери, и царица полей кукуруза. Различные фрукты, и овощи, и дальше матрешка. Во время Отечественной войны на фронтах елки украшали фигурками, которые мастерились погон, бунтов и носочков. Игрушки, конечно, тоже выпускались, но в ограниченном количестве. Украшение елки к Новому году было обязательным. Этот обряд напоминал о мирной жизни и придавал сил надеяться на скорую победу. Сейчас используются более безопасные и долговечные материалы по сравнению со стеклом. Разнообразие цветов, формы, фактуры радует своим обиделям. Многие украшают елку по советской привычке, обвешивая игрушками различных цветов и формы. А некоторые, подражая западному образцу, украшают елки, сочетая игрушки одной формы и одной-двух цветов. Сегодня елочные украшения – это не только аксессуары, которые служат для оформления новогоднего дерева. Некоторые игрушки являются эксклюзивными и изготавливаются в единичном экземпляре. Эти украшения стоят немало денег и служат предметом зависти и вожделением многих коллекционеров. Своими руками тоже можно сделать эксклюзивную игрушку. Вот, например, такие получились у нас. КОНЕЦ